Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Рабочим Нижнекамска три месяца не платили зарплату. В России увеличат компенсацию за задержку зарплат. По сообщению портала челныбис.ру, в Нижнекамске рабочие массово приостановили работу до выплаты зарплаты. Оказалось, что задолженность составила три месяца. Как выяснилось, речь идет о подрядчике Нижнекамскнефтехим, московской компании Сферастрой. Источники издания сообщили, что накануне по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет. Известия сообщают, законопроект Министерства труда о компенсациях за задержку зарплат одобрен для рассмотрения на заседании правительства. По новым правилам работники смогут получить компенсацию зарплаты, выплачиваемой, например, при восстановлении на работе по решению суда. Пресс-службе Минтруда рассказали, сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то есть даже не собирался ее платить, то и компенсацию в связи с задержкой ее выплаты работник получить не может. Только саму задолженность по решению суда. Товарищи рабочие, ни одно улучшение буржуазного законодательства не заменит вам право на приостановку работы до выплаты заработной платы. Нет зарплаты – нет работы. Это должно быть правилом каждого. Прекратите входить в положение буржуазии и надеяться на их милость. Это не они вас кормят, а вы своим трудом – их. Не они экономят на себе, чтобы купить детям еду и одежду получше. Это делаете вы, а в их интересах работает аппарат буржуазных чиновников-холуев. Во время войны они вместо повышения зарплаты трудящихся и усиления уголовного преследования за ее невыплату прибегают лишь к таким полумерам, как расширение круга случаев для выплаты компенсаций. В статье 236 Трудового кодекса указано, что размер компенсации может быть повышен в рамках коллективного договора, локальных нормативных актов или трудовым договором. Организуйтесь в профсоюзы. Нет лучшей гарантии от произвола работодателя, чем сплоченный коллектив. Классовая борьба – самое эффективное средство профилактики задержек заработной платы. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.